Дорогие мои друзья, большое вам спасибо еще раз за приглашение, за то, что я здесь с вами. Я очень благодарен Богу за это. Тема очень интересная, тема очень большая. Я постараюсь вас не сильно утомить. Немножко, да, но не сильно. Сначала сделаем такое введение, общее введение вообще в тему. Библия — это книга, которая любит диалог. Библия любит общение. И я всегда себя спрашиваю, для чего мне нужно учиться? Ведь если Богу что-то нужно, Он сам возьмет и вложит в мою голову. Мне нравятся слова бывшего папы Иоанна Павла II. Он сказал, если бы я знал, что стану папой, я бы лучше учился. Поэтому давайте учиться, потому что никто не знает, что нам предстоит завтра. Одна история, притча, очень известная арабская притча. Путешественник путешествовал со своим учеником, где-то в пустыне. На верблюде. И вот как-то ночью они усталые, уже уставшие, должны были заночевать. И всю дорогу этот учитель, ученику говорил, доверяй Аллаху, доверяй Аллаху. И вот ученик настолько устал к вечеру, что он не привязал верблюда и пошел спать. Он помолился, сказал, о Аллах, сохрани, пожалуйста, верблюда. Пусть он будет утром вот там, на своем месте, пусть с ним ничего не случится. Утром верблюд исчез. И когда учитель сказал, почему ты не привязал верблюда, ученик говорит, слушай, ты сам меня учил всегда, доверяй Аллаху, доверяй Аллаху. И учитель сказал, доверяй Аллаху, но сначала привяжи своего верблюда. Богу наши силы, наши усилия, что мы делаем? Мы привязываем верблюда. Я стараюсь учить людей тому очень простой вещи. Как читать Библию? Адекватно воспринимать текст. Потому что, если я делаю комментарии, а у меня неправильная база, то какой комментарий у меня получится? Одна из важных характеристик священного писания – это слово «динамика». Развитие. Еще одна история. Однажды уже там Моше обращается к Богу и говорит. Слушай, а вот пройдет много-много веков. Что будет вот с этим учением, которое я принес людям? Бог говорит, я тебе покажу, что будет. И он показывает ему видение. Через тысячу лет после него школа. Такая школа. Стоит учитель и сидят ученики. Это знаменитый еврейский учитель, Раби Акива. И вот он рассказывает, рассказывает, рассказывает. Моше ничего не понимает. И когда в конце один ученик поднял руку и спрашивает этого Раби Акиву. Извините, пожалуйста, но то, что вы сейчас нам рассказываете, откуда вы это взяли? И Раби Акива отвечает. Это то, что нам открыл Моисей из Синая. Услышал это Моше и обрадовался. Потому что его слово не застыло, не окаменело. Оно получило развитие. Все мы знаем и любим выражение такое слово «Сын Бога». Как мы понимаем это слово? На нашем языке «Сын Бога» — это тот, который родился от Бога. Это понятно. Но есть один нюанс. Еврейское слово «бен» связано со словом «боне» — «строить». «Сын Бога» — это тот, кто сам себя строит для Бога, для служения Ему. Когда я общаюсь с людьми, я понимаю, что есть одна проблема. Когда мы говорим о праведности, мы должны сначала понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим слово «праведность». Я сейчас не буду у вас спрашивать, а как вы думаете, что значит слово «праведность». Это будет очень интересно, но сейчас на это уйдет очень много времени. Это еврейское слово «цедака». «Цедака» — в греческом это звучит как «дикаюс». Интересно, что слово «цедака» на еврейском языке обозначает справедливость и милость. А если быть точным, то есть «милостыня». Как вы думаете, как одно и то же слово «цедака» может обозначать и справедливость, и милость? Это разные вещи. Когда я прохожу мимо человека, который сидит и просит деньги, и я даю ему монету, что я делаю? Милостыню проявляю или это справедливость? С точки зрения нищего — это милость. А что это с моей точки зрения? С моей еврейской точки зрения — это справедливость. Почему? А потому что все, что у меня есть, дал мне Бог. И когда я даю часть из этого нищему, я считаю, что это справедливо по отношению к Богу. Настолько нужна, настолько важна справедливость. Первый человек, о котором было сказано, что он праведный, — это Ноах. Сказано, «И Ноах нашел милость в глазах Бога». Теперь, это родословная Ноаха. Ноах был муж праведный, непорочный в поколениях своих. С Богом ходил Ноах. Остановимся пока на этих словах. Здесь, для того, чтобы продолжить, нам нужно сделать два важных отступления от темы. Вот Ноах обрел милость. Что такое милость? В еврейской Библии, так скажем, три слова со значением «милость». «Хесед» — это собственная милость. Слово «хасид», может быть, вы слышали слово «хасид», да? Это «милость». Теперь слово «хен» — это незаслуженная милость. Поэтому сегодня мы могли бы адекватно перевести это слово как «благодать». Поэтому если кто-то говорит, что до эпохи Нового Завета благодати не было ни у кого, то это неправда. Мы видим, что Ноах имел благодать в глазах Бога. И третье слово «милость» — это слово «рахамим» — это «милосердие». Это когда ты не просто даешь милостыню, а когда ты сочувствуешь этому человеку. Ноах — первый человек, который испытал на себе благодать Всевышнего. Второе очень важное отступление. Вы знаете, что в Библии очень много имен у Бога. Можете назвать два-три. Чудесно. Цваот, да. То есть, когда Бог... Что значит имя? Когда Бог, скажем так, вмешивается в какое-то событие... Он входит туда через какое-то имя. Если Он помогает в войне, Он говорит, и пошел Ашем Цваот. Понятно. Но есть два основных, главных, центральных, базовых имени Всевышнего. Это слово «элогим». И есть знаменитый четырехбуквенник. Который многие неправильно переводят как «яхве». Конечно, это имя так не звучит. Ни Яхве, ни Егова. На самом деле, никто точно сегодня не знает, как это звучит. Но, поэтому евреи, когда хотят сказать вот именно это, но не могут это сказать, они говорят Хашем. Хашем – это имя, а Ха – это определенный артикль. То самое имя. Теперь, «элогим» – это Бог как судья. Это Бог как справедливость. Наказание, если угодно, да? Это «элогим». Это «элогим». Например, вы знаете, что в Библии нет слова «природа». Но это же как-то нужно сказать. Законы природы, притяжение, отталкивание. Как-то же нужно сказать. Поэтому вместо слова «природа» говорится слово «элогим». Поэтому, когда мы видим «и сказал Бог какому-то человеку», мы должны понимать, кто сейчас к нему пришел, к Богу, судья. И этот судья ему говорит. Вот природу всю животных, растения творит «элогим». Поэтому мы можем видеть, допустим, воду, которая утоляет жажду, и вода как наводнение, которое сметает все. Это «элогим». Но когда Бог приходит как Хашем, к тебе пришла милость. Когда впервые, говорится, сотворил человека, здесь уже идет слово «Хашем». Теперь «Ноах ходил с «элогим». Что это значит? Вот это вопрос, который сегодня нам поможет, для того, чтобы понять, о чем мы сегодня говорим. «Ноах был непорочный в поколениях своих». Что это значит? Зачем нужно говорить лишние слова? Скажи, «Ноах был праведник». Все, понятно. Нет, он был праведник, праведник в своих поколениях. Он был непорочный. Слово «там» непорочно обозначает цельный, простой, завершенный, законченный. Ноах, потому выглядел праведником на фоне своих поколений. Потому что то, что делалось в его поколениях, он в этом просто не участвовал. Это «Ноах» – это праведник старого типа. Да, он сам по себе был праведником, но он не занимался тем, чтобы спасать свое поколение. Ноах видел свою задачу в том, чтобы не заразиться, не запачкаться, держать дистанцию от этого поколения. Поэтому про «Ноаха» говорят, что он был праведник в шубе. То есть, когда было холодно, он надевал шубу, ему становилось тепло. Когда же холодно было Аврааму, он разжигал костер. И приходили люди и грелись вокруг этого костра. В этом разница. «Ноах» – это праведник для себя. Это совершенно чистый человек. Не запачканный человек. «Ноах» – это праведник, который видел свою миссию в том, чтобы не запачкаться. Теперь слово «еврей». У него много значений, конечно. Мы сегодня только одно рассмотрим. «Еврей» от слова «авар» – тот, кто пришел с другой стороны. И «Ноах» и «Авраам» стояли отдельно от своих поколений. То есть, они стояли с одной стороны, а все остальное человечество стояло с другой стороны. Но почему же тогда первым евреем называется «Авраам», а не «Ноах?»? А как раз потому, что праведность «Ноя», «Ноаха» была направлена только на самого себя. А «Авраам» потому еврей, что он молился о своем поколении. А вот теперь возвращаемся. С «Элохим» ходил «Ноах». Про «Авраама» сказано, что он ходил перед «Элохим». То есть, в переводах на это обычно не обращают внимания. Но я хочу, чтобы вы видели разницу. «Ноах» ходил с «Элохим», «Авраам» ходил перед «Элохим». Вера – это вещь очень неоднородная, неоднообразная. И «Авраам» был верующим, и «Ноах» был верующим. Но как сильно отличалась их вера. «Ноах» никогда не противоречил Богу. Как это звучит сегодня для нас, верующих людей? Как это здорово, как хорошо. Он тебе сказал, встань, ты встал, сядь, ты сел. Когда Бог сказал «Ноаху», что все твое поколение умрет, у «Ноаха» даже не возникло вопроса. Как? Столько людей ты сможешь погубить? Разве это справедливо? Еврейский подход как раз таков. Почему погибли люди во время потопа и спасся только «Ноах» и его семья? А как раз потому, что «Ноах» ходил с Богом. А надо было ходить с людьми? Ходить с людьми, чтобы исправить их. Чтобы хотя бы попытаться. Мы думаем, что с «Ноахом» все в порядке. Но позиция «Ноаха» как человека справедливого такова. Когда они согрешили, они должны умереть. Это справедливо. Если быть честными, разве «Ноах» не был прав? С нашей человеческой точки зрения, конечно, заслуживает наказание, получит наказание. В конце концов, «Ноах» мог сказать, тебе сверху виднее, раз ты считаешь, что их надо уничтожить, вперед, уничтожай. Я не против. Когда же Бог сказал Аврааму про «Город с домом», что эти люди развращены. Я иду их уничтожить. Что делает Авраам? Какая его первая реакция? Такая же, как у «Ноаха»? Совсем нет. И этим они отличаются. Авраам вступает в спор, в прямой, открытый, откровенный спор с Богом. На нашем сегодняшнем языке можно сказать, что Авраам начал торговаться с Богом. Может, 50. Может быть, 50, может быть, 45, может быть, 30, может быть, 20. Конечно, все эти числа, которые здесь сказаны, это отдельный разговор, но все они здесь сказаны, не зря эти числа приведены. Это не просто числа. 50 это, вы знаете, что это 50 в библейском тексте, 45 это числовое значение слова «человек», 30 это начало служения и дальше, дальше, дальше. Но почему не останавливаются на десятке? Потому что 10 – это то минимальное количество, когда можно начинать строить в этом городе синагогу, общину. 10 человек могут изменить сознание всего народа. Помните 10 разведчиков из 12, которые сказали, нет, мы туда не пойдем, это плохая земля. Эти 10 человек смогли изменить сознание всего из 12. Эта глава сама по себе очень интересная про разведчиков. Очень интересная. Но давайте продолжим наш разговор. Итак, Авраам начинает спорить, потому что Аврааму не все равно, что будет с его поколениями. Проблема Нуаха не в том, что он не смог остановить потоп. Проблема в том, что он не захотел этого делать. Проблема в том, что он не захотел этого делать. Вы знаете, что в Священном Писании очень много намеков. Я вообще считаю, что Священное Писание книга очень деликатная. И когда у пророка Ишаягу, пророка Исаии, в 54-й главе написано «Воды Нуаха». О чем это говорит? Это говорит, что ответственность за воды лежат исключительно на Нуахе. «Авраам ходил перед Богом, перед Илухим, перед судом». «Авраам знал, что этот или тот народ сейчас будет наказан. Он бежит вперед. Он останавливает этих людей. Он говорит, остановитесь, подумайте, что вы делаете». «Чтобы эти люди смогли исправиться». «В скобках, когда я всегда говорю на эту тему, в скобках, я делаю одно такое маленькое замечание. Почему все? Что еще? Какой еще стимул двигал Авраамам? Вы помните, что была война, и Авраам пошел спасать своего племянника? Все помнят этот момент, что он победил. С ним было 318 человек, они победили в войне. Да, все помнят? По закону того времени, тот, кто побеждает, становится царем. Что делает Авраам? Отказывается. Отказывается. И когда он отказался от царствования над городом с домом, Амурой, вот этой вот областью. И когда он увидел, каким стало это поколение, во что они превратились. Я лично вижу, что в Аврааме было еще чувство вины за эти города, над которыми он не захотел быть царем, руководителем. То есть, именно потому, что праведник не захотел быть во главе этого народа, этот народ, в принципе, погиб. Я вижу, что Авраам чувствовал свою вину за этих людей. Еще и поэтому он пытался их спасти. Так отчаянно. Каждый праведник должен молиться за свое поколение. Стараться исправить свое поколение. Не отворачиваться от людей. Повернуться к ним лицом. Праведник должен понимать, чем живет его поколение. Потому что справедника будут спрашивать по-другому. А что ты сделал для того, чтобы исправить твое поколение? И вот дальше идут знаменитые слова. Сделай себе ковчег. Мы с вами уже говорили очень коротко на эту тему. Что в еврейском языке слова имеют многие, очень разные значения. И когда Бог говорит, сделай себе тева, ковчег. И Бог ждет. Ждет, как отреагирует на это Нуах. Что он будет делать? Интересно, что вот это же самое слово тева мы встречаем, когда Моше плыл в корзине по реке. Младенец. Слово тева обозначает сундук, ящик. Но точно так же слово тева обозначает слово. То есть Бог обращается к Нуаху и говорит. У тебя есть две возможности, которые целиком и полностью в твоих руках. Или ты строишь себе сундук и уезжаешь отсюда. Один. Или же с другой стороны. Слышь, что тева – это слово. Вот иди и обратись со словом к своему поколению, к этим людям. Не нужно ждать, пока ты будешь этот ковчег строить. Люди, может быть, к тебе придут и спросят. Что это ты тут делаешь? Этого ждать не нужно. Иди сам к ним. Но он выбрал сделать себе деревянный ящик и уплыть отсюда. Подачи от этих злых, грязных, нечистых людей. Ноах, еще раз, Ноах не заботился о своем поколении. И поэтому внутри этого ковчега, знаете, это ирония Бога, которую мы сейчас увидим. Там сказано, сделай себе в этом большом сундуке отсеки. Когда мы читаем слово отсек или область, мы ничего не слышим. Мы понятны отдельно. Но Бог употребляет слово «сделай в этом ковчеге себе гнезда». Что это значит? Как птица заботится о своих птенцах, точно так же сейчас ты начнешь заботиться о тех, о ком ты не заботился никогда. О природе. Ноах провел в ковчеге ровно год. Зачем? Вода наступала 150 дней. Почему так долго она отходила? Для чего нужен был этот год в ковчеге? А этот год, этот год был нужен как раз Ноаху. Еврейское слово «шана», «год», обозначает изменение. Год – это изменение. И причем, что интересно, одно и то же слово «шана» обозначает постоянство и изменение. Ноах должен был в себе что-то изменить. Своё отношение к миру, в котором он теперь, в новом миру, в котором он теперь будет жить. Ты не должен думать. Я праведник, у меня всё хорошо. Я хожу, я слушаю, я молюсь со всеми, я изучаю священное писание. У меня уже там гостиница забронирована, всё нормально. А каждый из вас, что хотите, делайте. Выберите хорошее, будете там со мной. Не выберите хорошее. Каждый живите отдельно. Кто как хочет. Вот с такой позицией в новом мире жить больше нельзя. Говорит ему Бог. Теперь я вам приведу один пример. Один пример нестандартного понимания библейского текста. Все знают этот эпизод. Когда в саду Эден случилось то, что случилось, и Бог говорит змею. Что он говорит змею? Ты будешь питаться прахом всю свою жизнь. Что это? Что он говорит ему? Как мы себе это представляем? Как мы понимаем это? Я примерно представляю, потому что я тоже так думал. Как все мы, как нормальный человек, мы все так думали. Но здесь, для того, чтобы этот момент, это очень красивый момент. Для того, чтобы здесь мы это поняли, сделаем еще одно отступление. Что такое молитва? У слова тфила молитва тоже, поверьте мне, очень много значений. И когда мы думаем, зачем нам нужно молиться о чем-то, если Бог и так знает, что нам нужно. Зачем это нужно говорить? А посмотрите, как это здорово. Бог, когда творит человека, творит себе партнера. И когда вместе два человека что-то хотят делать, они договариваются друг с другом. Точно так же и Бог, вместе с человеком. Он советуется с человеком и хочет, чтобы человек советовался с ним. Что Бог делает? Бог поднимает человека на свой уровень. Он творит человека, как в образе своем. В образе и как подобие. В образе и как подобие. Это разные вещи. Потому что образ Бога, это то, что в тебе есть, заложено изначально. Это образ. Способность делать выбор, способность к творчеству. Принимать решения и так далее. Но почему сказано, как подобие? А потому что подобие, это то, чего ты сам должен достичь. И каждый раз, когда человек молится Богу, приближается к Богу. По моему опыту я знаю, что если человек на что-то отвлекается, нужно остановиться. Потому что дальше он тебя просто не слушает. То есть, смотрите, человек это ребенок Бога. И каждый раз, когда ребенок молится, это все равно, что он каждый раз приходит к отцу и с ним разговаривает, с ним общается. Бог хочет такого общения со своими детьми. Как мы хотим общения с детьми. Вы можете сказать, знаешь что, я вот со своим сыном три месяца назад общался, ну нормально, три месяца назад же общался, ну что, нормально. Мы же так не думаем. Мы же хотим постоянно с нашими детьми общаться, разговаривать с ними, чтобы они тебе что-то раскрыли, тебе объяснили, рассказали, что с ними. Мы же хотим этого. Чего нормальный родитель хочет? Кстати, Бог для того и создает человеку проблемы, чтобы человек чаще приходил отсюда. У тебя что-то нужно, у тебя что-то не хватает? Иди к отцу. Ты же чего-то хочешь достичь? Иди к отцу. Ты что-то хочешь понять? Иди к отцу. А вот теперь смотрите, возвращаемся. Бог говорит змею, ты будешь есть прах всю свою жизнь. Спрашивается, в чем проклятие? Если человеку свою пищу, свою еду нужно допывать, искать, где и как, змею не нужно, у него всегда и везде есть пища. Бог дал змею постоянную пищу. В чем проклятие? А проклятие здесь в том, что Бог ему говорит. Я дал тебе все, что тебе нужно. Даже не пробуй ко мне приближаться. Даже не приходи ко мне. Поэтому чем больше в нашей жизни недостатков в чем-то. Смотрите вот так. Это значит, Бог зовет тебя. Иди пообщайся со мной. Иди расскажи мне свои проблемы. Иди раскрой мне свое сердце. Я готов к этому. Я готов к этому. Теперь я так вопрос не ставлю. Я ставлю вопрос по-другому. Они не согласны, что Он и есть Мессия. Это другой разговор. Они не согласны с этим. Не то, что они не видят. Они не согласны. И на это мы поставим временную точку на перерыв. Поверьте, это время обязательно придет. Не может быть, чтобы не пришли. Я вам больше скажу. Я говорю ту мысль, которая многим из нас может не понравиться. Но они будут те последние, которые станут первыми. Все, перерыв вам дается. Спасибо. Спасибо, да. Хорошо. Значит, спасибо большое за вопросы, которые вы мне задавали. Вопросы для меня играют, лично для меня, играют очень большое значение. Если человек задает вопросы, значит, из него что-то получится. Он не перестал развиваться. Пока был перерыв, мы разговаривали на эту тему. И мы сказали, что про Авраама написано, что Авраам постарел. Про Муше, например, не написано, что Муше постарел. С точки зрения библейского текста, старение, когда про человека сказано, что он постарел, это значит, что он перестал развиваться. Авраам исполнил свою миссию. Он прекрасно понимал, что он действительно исполнил свою миссию. И на этом он поставил точку. Больше мы его нигде не видим. Авраам, мы с вами помним. Вообще интересная история получилась после потопа. Мы с вами говорили, что Нох был праведник несамостоятельный. Что он вам обиделся? Ноэ арарис марталик, ацит титона из Шинаганат. Там муки дебы, пиратат хоу. Даже когда они вошли в ковчег, он не закрыл крышку ковчега. Скажено, Бог закрыл за ним крышку. Но когда он выходит из ковчега, он ставит жертвенник. Этот год, который он провел в ковчеге, что-то ему подсказал. Что-то с ним случилось за этот год? Но, опять же, в переводе это не видно. Мы читаем, что Нох стал обрабатывать землю и посадил виноградник. В еврейском тексте нет такого, что он начал обрабатывать землю и в том числе посадил виноградник. Такого нет? Там написано «Ваяхель Нох», что значит «и упал Нох» и посадил виноградник. Слово «холь ваяхель», «холь» значит «будничное», «обычное», «не святое». Вот обычное, самое обыкновенное. То, что ты делаешь каждый день, это «холь». Нох упал на этот уровень. А если ты в таком состоянии сажаешь виноградник, ты обязательно еще ниже упадешь. На библейском языке вино, яин, это тайна. Ной захотел притронуться к тому, к чему он не был готов. И это для нас урок. Мы все хотим знать тайны. И спрашиваем «Господи, почему ты мне не открываешь вот эту тайну? Вот эту, вот эту, вот эту? Я хочу знать эту тайну». И Бог отвечает «Есть тайны, которым ты не готов. Это знание, если ты не готов, тебя раздавит. Вот вы знаете, вы знаете, что в Торе есть пищевые запреты. Здесь на секундочку точку поставим. Что значит «тора»? Если мы спросим у обычного верующего, христианина, верующего человека, что такое «тора»? Он тебе скажет, как что такое? Это еврейское писание. Так это или не так? И так, и не так. Почему? Почему? А потому что, если мы посмотрим в Слове Бога, как Он сам назвал свою весть, вот как Он назвал то, что Он людям дал, вот как это называется? Книга, роман, картина, произведение искусства. Что это? Он сказал «Это моя Тора». Мы все думаем, что Тора — это закон. Это и так, и не так. Что я имею в виду? У каждого из нас есть рука. Но значит ли это, что рука — это и есть весь человек? Конечно, нет. Закон — это часть Торы. Маленькая часть Торы, но не сама Тора. Поэтому нельзя путать, нельзя говорить, что это закон, и все. Это нас не касается. Это не для нас. Само свое обращение к людям Бог сам назвал словом Тора. Кто я, чтобы менять это слово? Слово Тора никогда не обозначало закон. Тора — это инструкция, это учение, наставление, назидание. Тора — это от слова «ор» — свет. А еще «ора» — это на еврейском языке, это выстрел. Вот как лучник берет лук, стрелу, и производит выстрел. Вот это слово «тора». Это значит, что у каждого из нас есть своя цель. И если ты хочешь ее достичь, вот тебе условия, при которых ты можешь это достичь. Это и есть способ достичь этой цели. Слово Всевышнего. А теперь вернемся к пищевым запретам. Какую рыбу можно было есть еврею? Вот, у которой есть два признака. Чешуя и плавник. Для чего, вот когда у рыбы есть и чешуя, и плавник, она чистая, ты можешь ее есть. Почему? Что значит, что у рыбы есть плавник? Это значит, что рыба всегда в движении. Поиски. Она ищет, она изучает, она жаждет и хочет чего-то нового. Это ее миссия, скажем так. Но если я хочу постоянно чего-то нового, я могу зайти в такие сферы, в такую область, которая меня раздавит, уничтожит? Я не готов к этому. А для этого у рыбы есть второй признак. Чешуя, то есть защита. Знаете, почему мы, для нас это непонятно, но почему в Торе есть пищевые запреты? Вот зачем они нужны? Для нас с вами, что это значит? Я не призываю вас не кушать кролика или там еще что-то, да? Это ваш выбор. Но мне, как христианину, который открывает и читает этот текст, мое священное писание, о чем это говорит? Человек не должен быть всеядным. Я не могу все подряд слушать, все подряд смотреть, все подряд читать, все подряд и так далее. Я должен уметь выбирать. Я должен выбирать то, что принесет мне пользу, и то, что не принесет мне пользу. И когда я это понимаю, я действительно благодарен Богу за это, за то, что Он мне дает такую возможность. Одна история. Может быть, вы ее знаете, это история современная. Воспримите ее как притчу. Один человек, какой-то бизнесмен, торопился на какую-то очень-очень важную встречу. Там, миллионная сделка какая-то. Вот он торопится очень на эту сделку. И нет места на парковке. Не может остановить машину. И говорит, Господи, вот сейчас я за эту сделку должен получить лично я вот сто тысяч. Я тебе обещаю, что если я сейчас найду место для парковки, вот никого нет. Я десятую часть тебе отдам. Как только он эти слова сказал, тут же машина отъехала и освободила место. Он очень обрадовался. Он очень обрадовался. Господи, спасибо, ничего не надо. Я уже сам нашел место. Когда я эту историю услышал, я подумал, как это напоминает нас самих. Мы не видим Бога во всем. Мы думаем, ну это случайно совпало. Всякая бывает в жизни. Но в еврейском мире каждому ребенку с трех лет объясняют одну очень важную вещь. Что слово мир, вот мир, вселенная наша, мир, это слово олам. Оно происходит от слова лейлам, скрыть, спрятать. И этому ребенку с трех лет объясняют. Бог скрыт, спрятан в нашем мире. Твоя задача на всю твою жизнь — это раскрывать Бога во всех моментах своей жизни. Раскрыть Бога. Это и есть миссия еврея — раскрывать Бога. Это и есть миссия, чтобы это было в том, что нам кажется хорошим, так и в том, что нам кажется плохим. Во время перерыва меня спросили про это слово «Исраэль». Это долгая история, как Яков получил это имя. И почему Бог называет свой народ так, этим словом? Это тоже длинная история. Я просто вам расскажу два-три значения вот этого слова «Исраэль». Слово «Исраэль» может состоять и состоит из нескольких частей. Например, слово «Исраэль» можно прочесть как «Еш-роэ-эль». «Еш-роэ-эль» — сущность, сущность, которая видит Бога. «Исраэль» — это тот, кто видит Бога во всем. «Исраэль» можно понять как «Исра-эль». Исраэль, что интересно, вообще женщины играют очень большую роль и очень большую функцию в Священном Писании. Это вообще, чтобы вы знали, чтобы вы и так знаете. Культурная, образованная публика. Ну, я в общем говорю. Начиная с того, что женщина, мать, называет ребенка, начиная от суда. И очень редко это делает отец. Например, у Якова было 12 детей. Одиннадцать из них назвала мать, дала имя мать. Одно имя Яков изменил с «Бен-Онина» на «Бенямин». Изменил имя. Одно имя он своему сыну дал сам. Это имя Леви. Например, то, что сегодня в нашем мире принято молиться вот так вот шепотом. Господи, спасибо тебе за... Это заслуга женщины. Это хана, мать будущего пророка Шмуэля, Самуэла. Это было не принято. Во-первых, молились только пророки и только вслух, громко. Одну очень историю вам расскажу. Мне она лично, мне самому, она очень нравится. Я надеюсь, что мы сегодня успеем. Когда первосвященник Эли увидел хану, которая пришла к храму и начала что-то там бармочить, он не понял, что происходит. Это был нонсенс. Даже для первосвященника Эли, который в скобках не был самым святым человеком, но все-таки. Вопрос. Плюс, не забудьте, она пришла без мужа. Это еще один нонсенс. Одна пришла, женщина. Почему он подумал, что она пьяная? Вот что такого вдруг? Вот как он мог это себе представить, что вот она пришла пьяная в храм молиться? А дело было вот в чем. У первосвященника был нагрудник, где было 12 камней. И два было вот здесь на плечах. То есть всего камней 14. Почему 14? Потому что сколько колен было в Израиле всего? 14. Вот если вы хорошо посчитаете, вспомните, вы увидите, что колен 14. Теперь, это важный пункт. Дальше. То, что вот здесь у первосвященника на груди было, вот этот нагрудник, эфот. У него было 12 камней. На этих камнях были написаны еврейские буквы, буквы еврейского алфавита. И когда первосвященник шел спрашивать у Бога о какой-то вещи, Бог ему отвечал. И как ему отвечал Бог, буквы на этих камнях начинали светиться. Первосвященник должен быть настолько духовным человеком, что он должен был сложить эти буквы в целое предложение, потому что буквы шли не по порядку, а в разброс. И когда он не понял, в чем дело, он пошел в храм вопросить Всевышнего, что же происходит. Он понимает, что происходит что-то важное. И Бог ему ответил. Он увидел 4 еврейские буквы. Он сложил эти буквы в слово шекера, пьяная. Но если бы Эли был духовным, по-настоящему духовным человеком, он бы сложил это слово по-другому. И тогда получилось бы слово кесара, как Сара. Как Сара, которая не имела ребенка, но очень хотела этого. Он бы понял, в чем дело. Так вот, имя Сара зафиксировано в слове Исраэль. Исраэль – это значит тот, кто будет господствовать вместе с Богом. Князь. Сар – это князь. Но слово Исраэль можно прочесть, как тот, кто борется с Богом. С Богом спорило очень много пророков. Авраам спорил с Богом. Муше спорил с Богом. Йов спорил с Богом. Йона, пророк, спорил с Богом. И это далеко не полный список. И каждый из тех людей, имена которых я сейчас произнес, заслуживают отдельной лекции. Еще одно значение слова Исраэль – это «яшар-эль». Это «прямо к Богу». Или человек, который прямой с Богом. Кроме того, слово Исраэль можно понять, как «шир-эль» – «песня Бога». А теперь сложите. Это не все названия. А теперь сложите то, что вы сегодня услышали, и вы сделаете вывод, что такое Исраэль. Вот эта песня, которая из тебя идет и прорывается, песня благодарности, – это признак Исраэля. А теперь вернемся к Аврааму. Авраам слышит очень интересные слова. «Уйди из своей земли, от своих родных, из дома отца своего, и дальше, как звучит текст, в землю, которую я тебе покажу». Мы все так знаем, да, правда ли, текст? «Уйди». То есть Авраам не знает, куда он идет. Не знает, куда он идет. «Куда покажу, туда пойдешь». И вы говорите, о, молодец. Как хорошо. «Амудишеним, шобулиури адгилидан, мамашенис сахриданда, цадийик садатся мегаченеп. Авраамидзахи, заленкаргимаченепс. Если я вас спрошу, где именно Авраам услышал этот голос? Что вы мне скажете? В каком городе? Где он жил? Где? В каком городе Авраам услышал эти слова? 90% верующих людей отвечают в уре халдейском. Но есть, к счастью, 10%, которые внимательно читают текст. И стал два один из них. Авраам услышал этот голос в Харане. Почему это важно? И почему я обращаю на это внимание? А потому что путь из Ура в землю обетованную, в Ханаан, начал его отец Терах. Там так и сказано. И взял с собой Авраама, Сару, Лота и все и пошли в Ханаан. Но в городе Харан его отец почему-то остановился. Авраам продолжил его путь и он прекрасно знал, куда он идет. Потому что направление дал его отец. Тогда в чем смысл слов? Оставь отца, оставь дом и иди в землю, которую я тебе покажу. В чем смысл этих слов? А смысл этих слов в оригинале еврейского текста? Там сказано. Я сейчас должен сказать по-еврейски, потому что, чтобы я потом сам понял, что я сказал. Это вообще, почему называется Библия, по-русски называется Библия и стих такой-то, стих. Это что, стихотворение? Почему это так названо? Здесь что, ритм есть или рифма есть? Вот это стих. Но никакой перевод это не передаст. Естественно. Почему я это произнес? А потому что слово ореха обозначает следующее. Не иди в землю, в которой я тебе покажу. Ореха значит пойди туда, где я покажу тебя. То есть не про землю Бог ему говорит, а про самого Авраама. Я покажу тебе твое место, твой дом, где ты раскроешься в полной мере, где ты себя раскроешь. Весь свой потенциал ты раскроешь именно в этой земле. Я покажу тебе твое место, твой дом, как вы понимаете, никакой перевод этого не даст. Поэтому очень важно изучать, стараться, во всяком случае, или пытаться, или найти кого-то, или спросить у кого-то, кто... Главное учиться. И тогда Бог обязательно покажет тебе дорогу. Обязательно покажет тебе дорогу. А мы томали смешно лова ниром, вудхрад, втховод, виньмес, още, ченунда конесами ссурвили, дгмерти, ховелты с гаму, а чен за шеста злеблуба, век небаром, чавцто таямси, еще одно, еще одно. Мы думаем, что Бог вдруг врывается резко в жизнь Авраама, говорит, Стань, уходи. То есть Авраам сказал, слушай, я и не хочу, Бог говорит, нет, иди. У нас такое впечатление складывается. Но в еврейском тексте мы читаем лех, леха, иди себе. Это значит, что в Аврааме, уже в самом внутри Авраама было желание идти. Бог обращается, говорит, иди, потому что я сам вижу, что ты сам этого хочешь. Видите, одно только слово, которое так сильно меняет вообще наш взгляд и наше богословие, наш взгляд на Авраама. А вы знаете, сколько таких тонкостей есть в Священном Писании? к Моше Бог обращается и говорит, шелах леха. То есть, пошли себе разведчиков, потому что ты хочешь послать разведчиков. Я вижу, ты хочешь, пошли, если ты хочешь разведчиков. А у нас складывается такое впечатление, что Моше вообще не хотел этого. Вот люди пришли, он сказал, ну хорошо, раз вы хотите, идите. Мы так думаем. Но одно еврейское слово из оригинала показывает, что внутри Моше было у самого желания послать туда разведчиков. Да. Теперь смотрите, если мы смотрим на Ноха и смотрим на потоп и на то, что Землю Бог уничтожил, с одной стороны, и если мы смотрим, допустим, на следующий эпизод, на Вавилонскую башню, с другой стороны, у нас возникает большой вопрос. Почему Бог не уничтожил поколение Вавилонской башни? У тебя бы уничтожил, ведь это прямое отрицание Бога. Что они говорили? Мы сделаем себе имя. В принципе, Бог нам уже не нужен. Мы сами будем себе Богом. У нас будет идея, которая будет нас объединять. Она будет нашим Богом. Идея была Богом. Идея была Богом. Итак, вопрос. Почему Бог уничтожает поколение Ноха, полностью сметает, и не уничтожает поколение Вавилонской башни? Потому что для Бога всегда очень важны человеческие отношения друг с другом. Поколение Ноха, которое было уничтожено. Всего лишь одним словом говорится, что имелось в виду. Грабеж. Хамас. Это слово Хамас. Грабеж. Что происходит во время грабежа? Никто друг друга не уважает. Все ждут, как бы у кого-то урвать. Нет уважения у людей друг к другу. Аравис, Араинтаресепс, Эртманет. Ихоялас, Ударачелеба, Мэтия, Айгустта. Поколение Вавилонской башни полное наоборот. Маграм Бабилонели, теми, Уртиерту, Барис, Срулия Цацинагмдегу. У людей был один язык и одно понимание вещей. Так в оригинале сказано. Сафа и Лашон. Сафа, Лашон, это язык, а Сафа, это понимание. То есть у них был один язык. Они все понимали друг друга. А если между людьми есть гармоничные отношения, даже под знаком минус, Бог туда не вмешивается, Он приветствует это. Это была система, где все одинаковые. Что делает Бог? Как Бог исправляет ситуацию? Это гениально. Просто Бог делает. Бог спускается в это место. Что происходит, когда Бог спускается в это место? Люди, у которых была полная гармония, перестали понимать друг друга. людей объединяло, еще раз, людей объединяло идея, общая. Все одинаковые и все одинаковое. Бог, человек, животные, все на одном уровне, все равны, все имеют право на существование. Толерантность. Это духовные наследники Каина, который сказал, а зачем мне Богу давать что-то особенное? Мы все равны. Вот что мне, то и тебе. Но когда Бог спускается к людям, это откровение, происходит раскрытие Бога, откровение Бога для людей. Они потому перестают понимать друг друга. что каждый из них начинает видеть Бога по-своему. Бог раскрыл им грани свои. И тогда они поняли всю абсурдность их идеи. Когда с Нолохом произошло, очень интересная вещь. Ноах видел мир черно-белым. Все. Согрешил наказание. Сделал хорошую награду. Черно-белый мир. Как Бог исправляет Ноаха. Это тоже гениально. Он показывает ему радугу. Он показывает, что мир разнообразен. Это то, что мы должны видеть и понимать. тем, на которые можно говорить, вы сами знаете и лучше меня знаете, огромное количество. вот сколько вопросов я услышал пока вот за эти 10 минут, да? Каждый вопрос это отдельная тема. Очень глубокая, очень интересная. Очень высокая тема. Авраам, как мы с вами знаем, отводит своего сына Ицхака наверх на жертвенник, на гору Морья. Теперь я вам еще одну тонкость скажу. Когда вы читаете текст, вы видите очень часто, что предложения начинаются со слова и. И сказал Бог, и пришел Бог, и пошел Авраам и увидел Ицхак и. Когда еврей читает текст, он понимает, для чего это? Когда он видит и начинается предложение, он понимает, что это вторая часть, первая часть до этого. Если вы увидите, после чего Бог сказал Аврааму, принеси мне сына своего, вы поймете, в чем дело и зачем это вообще было нужно. там до этого было сказано так, и жил Авраам в этой стране, в стране Кнаан, как странник, как житель простой, как дгмурь, я уже по-русски забыл. А их цель я туда уквир деби циназером, дад схов рубда Абраам и ана широгорцы дгмурь. Эту землю Бог дал ему, а он жил в своей земле, в своем доме, как дгмурь, дройбит, ромерец суг младен широцава, но это то, что происходит с нами. В наши руки Бог дает инструмент и говорит это твое. Это то, что происходит с нами. Это решение мы говорим нет Господи я не могу это не мое я не справлюсь. Но всегда помните что раз Бог дает в ваши руки какой-то инструмент это значит что он считает что вы можете пришло время нам вырасти поэтому Яков в своем письме говорит радуйтесь когда вас искушают когда вас испытывают радуйтесь как радоваться когда все плохо если я буду радоваться когда все плохо люди будут думать что у меня не все дома это клиника пришло время тебе подняться выше ты прошел эту часть пути теперь тебе нужно идти выше и идти дальше слово божие как инструкция дана нам на вырост миссия и цель человека должна быть исполнена я всегда говорю что если я не знаю что мне делать в жизни это значит что я пока еще не понял кто я если я буду знать кто я я буду знать что мне делать если я знаю что я электрик я знаю что мне делать если я знаю что я писатель я знаю что мне делать поэтому как Бог говорит Аврааму каждый из нас должен найти себя мы должны вступить на эту землю Ханан каждый из нас должен увидеть свою миссию в этом мире мы не приходим сюда просто так это то с чем мы можем жить большое вам спасибо за сегодняшний день за то что вы слушали но к сожалению я очень люблю вопросы очень люблю особенно от людей которые очень далеки от священного писания и особенно если человек считает себя атеистом его вопрос еще более для меня важен еще более для меня важен одну историю для вопроса времени уже нет прошу прощения одну только коротенькую историю расскажу расскажу и на этом закончим у одного раввина спросили вот ты нас учишь что у всего что мы видим мы должны учиться вот скажи чему мы можем научиться у атеиста что он ответил когда когда ты видишь человека который просит у тебя помощи не говори ему иди Бог тебе поможет в этот момент ты должен себе сказать никакого Бога нет я помогу тебе я если буду если буду говорить знаешь что вот когда-нибудь Бог тебе поможет и вот молись брат нет Бог для того к тебе послал для того послал этого человека чтобы ты ему помог не не жди от Бога представь себе что вот сейчас Бога нет есть ты и есть человек который нуждается в твоей помощи человек должен жить по-человечески спасибо большое вам спасибо спасибо